Добрый вечер! На нашем телеканале «Время новостей» и я, Евгений Нифанов. Пикет на морозе. Самое главное, нет денег, которые крайне нам нужны. Чего требуют от управляющей компании. Паспорт для школьников. Вот в такой исторической обстановке свой первый документ получают 30 ребят. Что пожелали юным омичам. И опасности при покупке пиротехники. Верните наши деньги. С таким требованием вышли на площадь перед СКК имени Блинова жители нефтяников. Они организовали пикет против управляющей компании «Сервис». Обслуживающая организация задолжала собственникам 3 миллиона рублей. Долг признали в судебном порядке в 2015 году, но за три года, как считают собравшиеся, коммунальщики не вернули ни копейки. Мнение сторон в непростой ситуации собирала Любовь Федорова. Зарплату дворнику, слесарю, зарплату рабочим. Мы выплачивали полностью. Текущий ремонт делали по начислению. Вы должны это понимать, да? А дебиторская задолженность. Вот сейчас, если посмотреть, на каждом из ваших домов есть очень высокая дебиторская задолженность. Понимаете? Почему? На тот момент, когда вы уходили. Неправда. Вот не соглашусь с вами. Дебиторская задолженность, подотчетные лица, сметы и другие понятия бухгалтерского учета. Нужно бы отдыхать на пенсии, но Геннадий Дмитриевич изучает эти термины. Спором и судебным тяжбом с управляющей компанией, кажется, не будет конца, огорчается Амич. У нас не оказывались услуги, допустим. Должны быть выполняться ВТР определенные. То есть работа электрика, работа слесаря, работа инженера. Вот эти работы, которые должны выполняться, они не выполнялись. Мы их контролировали. У нас есть целая система контроля. График выполнения работы у нас есть. Мы знаем, когда сроки. Собственники считают, что 3 миллиона рублей, оплаченные за содержание жилья, ЖКХ-сервис должен вернуть. Поэтому жильцы 28 домов обратились в суд с иском. Суд требования удовлетворил. К делу подключились судебные приставы. Но деньги управляющая компания так и не вернула. Решения никакого нет. Самое главное – нет денег, которые крайне нам нужны. Вот этот вот, 340, мы можем отремонтировать свои подъезды. А у нас живут скромные люди сейчас. Пенсия-то большая у всех пенсионеров. Вот мы и думаем, как нам дальше жить. На переговоры с жильцами приехала представитель ЖКХ-сервис. С участниками пикета Лариса Витальевна общается, используя только официальные термины. Поясняет, что долг будет выплачен, когда до него дойдет очередь. Есть регламент определенный, да. То есть долг включается в реестр, подходит очередь и деньги выплачиваются. Просто уважаемые собственники должны понимать, что эти деньги выплачиваются не дома. Они думают, что вот эти деньги возьмут и отдадут дома. Я, к сожалению, не готова сейчас сказать, потому что мы не готовились, нам никто не говорил и не предупреждал о том, что будет этот митинг так называемый, да. Вот, кому что выплачено уже на самом деле, но деньги эти будут перечислены управляющим компанией. Разговор заканчивается очередным спором. Представитель управляющей компании за полчаса беседы так и не ответила на главный вопрос, когда ждать обещанных денег. К слову, на пикет пришли только три человека. Приглашали 28. Жильцы дома по улице Физкультурная, который когда-то обслуживал ЖКХ-сервис, ответили, что претензий к управляющей компании у них нет. Вы знаете, я вообще ничего не знаю даже. Собственники уверили, что следующий пикет проведут у здания правительства, чтобы привлечь внимание администрации к своей проблеме. Любовь Федорова, Юрий Дорошенко, Антенна-7. В новом году в Омске отремонтируют 17 дорог. Список опубликовали на официальном сайте администрации города. В мэрии обратили внимание, впервые ремонт коснется как покрытия дорог, так и установки ограждений, ремонта тротуаров, обустройства ливневок и остановок транспорта. Подрядчики укрепят обочины, заменят бордюры, нанесут разметку. Такие пожелания уже много лет высказывают горожане. Торги по выбору подрядчиков впервые начнут в апреле. И уже в конце мая ремонт начнется. Из самых масштабных участков отметим ремонт почти всей улицы Герцена. Улицы 70 лет Октября и улицы Третий Разъезд. Они вызывали много нареканий у амичей. А вот почему пешеходный переход у юбилейного моста так недолюбливают коммунальщики? И чем посыпать ступеньки от наледи, чтобы не испортить сам мост? Любопытные детали узнала Анна Рыбина. Тротуары, пешеходные переходы и лестницы зимой убирать сложнее всего. Техника сюда не зайдет, слишком тесно. Вот и приходится рабочим трудиться вручную. В 25-градусный мороз, как сегодня, бригада от графика не отходит. Только чаще устраивает перерыв, чтобы погреться. Мы убиваем последствия снегопада, вот эту всю наледь, где недоступна технике, подъезда. То есть все это выдалбливаем вручную, закидываем, посыпаем песком, все до плитки, где до асфальта, где как. Все тротуары, все эти. А не легче сразу было убирать, когда снег шел, а вот не ждать, когда наледь образуется? Или так не получается? Не получается, не успеваем. Быстро притапывается все это. Народом много ходит. О рабочих рук и технике мало, говорит бригадир. В штате около сотни человек, а обслужить надо 42 объекта, в том числе 6 автодорожных мостов, 12 путепроводов, 20 подземных переходов. Вопрос рассматривания департамента городского хозяйства в администрации по приобретению техник КАМАЗов в пределах, двух погрузчиков, ну, дополнительно, потому что нам на уровне и добавился объем выполняемых работ, тут и у нас добавили на 15 рабочих путепроводов, сейчас обслуживаем, значит, торговая реконструкция прошла большой, 21-го, подземный переход на Валиханово, отремонтирован, то есть объем работ добавился, соответственно, и работа добавилась. Это хорошо, когда над пешеходным переходом есть козырек, как здесь, на Бударина. Он защищает объекты от снега, и рабочим не приходится вытаскивать его на носилках. Бригады, что убирают переход возле СКК имени Блинова или у Яблоньки, самые загруженные. Снег и налет на самосвалах вывозят на снежные свалки, а рабочие отправляются чистить другой объект. Когда со снегом покончено и лестничные пролеты почищены, коммунальщики посыпят ступеньки песком. Никакие химикаты на мостах применять нельзя. Они могут вызвать коррозию металла. Анна Рыбина, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Первый и особенный. Сегодня омские школьники получили паспорта из рук губернатора Омской области. Вручение приурочили ко дню Конституции. Волнение ребят. И напутствие Александра Буркова в нашем сюжете из музея имени Врубеля. Вот в такой исторической обстановке свой первый документ получают 30 ребят. Все они ученики самых разных школ, но все они участники Олимпиад, спортивных состязаний. Им исполнилось 14 лет и просто настало время получить паспорт. Этот первый взрослый документ пришли вручить губернатор Омской области и государственный федеральный инспектор Иван Евстифеев. Валерии 14 исполнилось в конце ноября. Девочка староста класса, а еще участница Олимпиад по истории, литературе и химии. Валерия заметно нервничает. Повод-то особенный. Какой-то новый этап в моей жизни. Я из-за взросления. Теперь у этих все еще детей есть права и обязанности, напоминает губернатор. Александр Бурков вспомнил строчки Некрасова. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». И пожелал ребятам хорошей учебы и гордости за страну. Это паспорт гражданина великой страны, России. Поэтому я вам желаю хорошо учиться, слышать своих родителей и педагогов и любить свою Родину. Счастья вам, молодые люди. Путь. Во взрослую жизнь Алина Кочергина свое волнение не выдает. Первый паспорт, да еще и из рук губернатора, это как минимум почетно. Конечно же, мы всегда для родителей такие дети, но ответственности больше добавляется. Будем следить за младшими, братьями, сестрами. Ну и конечно же, помогать родителям. Если ты сыновь еще взрослым, значит ответственность, значит помощь родителям. Главное, чтобы об этом сыночки и дочки не забыли, шутят родители. Вместе с ними тех, кто сегодня получил паспорта, поздравляют Денис Ионас и Андрей Кузьмин. Антенна 7. Отметить важное событие пиротехническим залпом – это уже популярная традиция в городе. Накануне новогодних праздников горожанам не советуют покупать фейерверки в интернет-магазинах. Там сложно оценить качество и проверить сертификаты и другие документы. А это значит, что продавец может прислать покупателю бракованный товар. Так стоит ли рисковать ради экономии и на что еще нужно обратить внимание, расскажет Ксения Бессараб. Люди подогреты, тонячком там, шампанским. Вот это вот падает, батарея, да? И начинает вот так крутиться и стрелять. Деньги на ветер, всех напугали, испортили праздник. Такой новогодний казус знаком практически всем, кто хотя бы однажды пытался запустить фейерверк. Сергей Гринченко занимается пиротехникой больше 26 лет. А с 98 по 2005 даже был главным пиротехником Омской области. Говорит, чтобы устроить грамотное новогоднее фаер-шоу, стоит учитывать три правила. Хорошо закреплять снаряды и обязательно подальше от зрителей. А еще нужно правильно выбирать изделие. Многие по принципу «плавали знаем», то есть если человек один раз взял батарею салютов, это батарея салютов называется, значит, один раз поджег, он считает, что уже спец в этом. А нет, от того, как правильно мы ее закрепим и на каком расстоянии от зрителей, вот зависит вот та красота и зависит от того, даром вы деньги отдали или не даром. Если во время запуска снаряда произошел сбой, его примут обратно в магазин и вернут деньги, говорит Сергей Иванович. С уличными торговцами сложнее, часто у них даже нет сертификатов качества. К тому же стихийная торговля пиротехникой запрещена. Сотрудники МЧС призывают омичей не рисковать. Необходимо посмотреть на сертификат соответствия, на инструкцию и визуально осмотреть это пиротехническое изделие, после того покупать. Запрещено продавать с истекшим сроком годности. И на сегодняшний день пиротехнические изделия можно продавать только в специализированных отделах или секциях, или в специализированных магазинах. На улице запрещено. В Омском регионе только 116 официальных торговых точек, где можно купить фейерверк. А вот поджигать его нужно на четырех специальных площадках. У дома 21 в микрорайоне Крутая Горка, у арены Омск, у памятника труженикам тыла в парке 30-летия ВЛКСМ и на площади праздников в Амуре. Но если инструкция разрешает, запускать фейерверк можно и во дворе. Еще одно новогоднее украшение – это гирлянда. Ольга Головко утверждает, что к выбору этого осветительного прибора тоже стоит относиться со всей серьезностью. Я советую покупать в предприятиях торговли, чтобы продавец мог показать сертификат соответствия, чтобы на коробках и на паспорте, который вложен в тару к этой елочной электрической гирлянде, было соответствие. Завод изготовителю определен, на паспорте завод изготовителю тоже самое, чтобы не было подделки. Ну и, естественно, если что-то неполадки будет, вы потом приедет домой, определите, то вы можете ее заменить. Эксперты остерегают – в помещении ни в коем случае нельзя использовать уличную гирлянду. А перед использованием нужно внимательно осмотреть все провода. В Главном управлении МЧС отметили, что в новогодние праздники 2018-го из-за фейерверков в районе сгорел сток сена, а в городе – автомобиль. А вот такие петарды очень любят дети и подростки. В простонародье – бомбочки. Как начинаются новогодние праздники, их взрывы звучат повсюду. Но использовать такое пиротехническое изделие можно только тем, кому исполнилось 18 лет. Тем более, что относятся петарды ко второму классу опасности. Ксения Бесараб, Юрий Дорошенко, Антенна-7. Будущим летом реконструируют и площадь перед музыкальным театром. Ремонт продолжат и в здании. Там планируют модернизировать систему отопления, продолжат менять витражи. Большие перемены и в ТЮЗе. Там уже заменили кресла и напольное покрытие. Работы продолжат и в следующем году. 2019-й объявлен годом театра. ТЮЗ – один из тех театров, который попал в программу реконструкции в национальный проект «Культура России». Будущий год – это год проектирования. И потом 200 миллионов на капитальный ремонт ТЮЗа. Благотворительный центр помощи детям «Радуга» продолжает сбор денег на лечение Алены Пашковой. Пятилетняя девочка страдает ночным апноэ. В России зарегистрировано всего 17 случаев этого синдрома. У-у-у! Как небо, как море. Правильно, голубой. Произношение на твердую пятерку. Алене Пашковой всего пять, а девочка уже представляет себя за школьной скамьей. Мечтают об этом и родители. Ведь с детским садом не получилось. Из-за генетической особенности Алена не может самостоятельно дышать во сне. У малышки с рождения синдром ундины. Нас проинформировали, нас проконсультировали. Мы собрались с духом и сказали, мы ребенка никому не нададим. Мы ее заберем домой и будем жить для того, чтобы она у нас росла. За Алениным сном поочередно следят родители. Меняют друг друга каждые три часа. Аленочка у нас спит на аппарате искусственной вентиляции легких, вентилоджик. То есть этот аппарат помогает ей дышать во время сна, когда она забывает это делать. Прежде чем ребенка положить в кроватку спать, я должна провести процедуру, как очищение трахеостомической трубки от слизи. Раньше таким детям нельзя было помочь. Сейчас все изменилось. В России научились делать операции людям с синдромом ундины. В организм устанавливают специальный датчик, который, пока человек спит, стимулирует нервы и заставляет диафрагму дышать. Сложную операцию проводят в двух федеральных медицинских центрах. На нее приезжают специалисты из-за рубежа. Вот только денег на дорогостоящую операцию у семьи нет. Помочь вызвался благотворительный центр «Радуга». Сейчас из необходимых семи миллионов пять уже собрано. Это замена нашей большой громоздкой системы, которая сейчас, как у нас маленькая реанимация в квартире. Это будет совершенно другой аппарат. Называется диафрагмальный стимулятор. Когда ребенку подкожно будут подшиты электродики, к которым будут подходить антенки. И ребенок будет просто мобилен. То есть мы не будем зависеть от этой гигантской аппаратуры, мы не будем зависеть от электричества. У Алены будет возможность ходить в школу, поступить в институт и завести свою семью. Вживленный аппарат будет работать 50 лет. Ли-ли-ли-ли-ли-ля! Ли-ли-ли-ля! Ли-ли-ля-ля! Ли-ли-ля-ля-ля! Помочь Алене может каждый, перечислив средства по СМС. Отправив на номер 3434 сообщение о МИЧ, пробел и сумма пожертвования. Анна Рыбина, Антенна-7. Избежать заноса АЧС на подворье вполне возможно, если ответственно относиться к содержанию свиней, ведь гибель животных наступает в 100% случаев при заражении. Сложная ситуация по АЧС на территории Омской области была в 2017 году, когда летом в одном из личных подсобных хозяйств села Верблюжья Саргатского района выявили первый очаг. Всего в городе и в 13 муниципальных районах области было зарегистрировано 34 эпизоотических очага и 3 инфицированных объекта. Их выявили в личных подсобных фермерских хозяйствах граждан в исправительной колонии номер 8. Закон есть закон, поэтому в эпизоотических очагах и первой угрожаемой зоне в 115 населенных пунктах было очуждено и подвергнуто кремации 20,5 тысяч голов свиней. Только так можно победить вирус. Владельцам животных из областного бюджета выплатили компенсацию почти 170 миллионов рублей. Важно помнить, что покупка животных с рук без документов – большая опасность. А убой и реализацию мяса ни в коем случае нельзя проводить без разрешения и экспертизы. И, конечно же, не использовать для переработки мяса павших животных. Амичи могут приобрести Алмак Плюс по выгодной цене. В региональном центре «Доступная среда» сейчас проходит акция. Спрос на аппараты серии Алмак с каждым годом растет. Гульнара постоянно использует Алмак-01 в домашних условиях. На Новый год решила подарить семье новинку Алмак Плюс. Наша семья давно пользуется аппаратом Алмак-01. Мы узнали недавно, что появился новый Алмак Плюс и решили его приобрести. У меня двое детей. И в новом аппарате нас привлекло то, что там есть детский режим и есть противоболевой режим и противовоспалительный. Многие больницы оснащены аппаратами серии Алмак, ведь их спектр действия широк. Это и заболевания позвоночника и суставов, внутренних органов и сосудистой системы при повышенном давлении, после травм и операций. Загруженность аппаратов достаточно высокая. Составляет в среднем около 15 человек на один аппарат серии Алмак в лечебном учреждении, в кабинете физиотерапии. Для того, чтобы снять проблему загруженности, для того, чтобы для человека снять проблему очередей, ее можно решить приобретением аппарата магнитотерапии в домашние условия. Приобрести Алмак Плюс можно в сети аптек Госаптека и региональных центрах «Доступная среда». Авангард в ярком матче взял верх над магнитогорским металлургом. Наши хоккеисты уступали к середине второго периода со счетом 0-2, но сумели собраться и сыграть в динамичном наступательном стиле. На 38-й минуте Максим Тальбо классно сыграл на добивании. Ястребы продолжали атаковать, и Сергей Широков вывел на бросок Вилли Поку. Счет стал равным 2-2. В начале третьей части матча Кирилл Петров вывел авангард вперед. В почти период команды сражались на грани, забить могли и амичи, и магнитогорцы, но обе команды надежно сыграли в защите. Авангард победил со счетом 3-2. В чемпионате наступает небольшая пауза. Сборная России выступит в розыгрыше Кубка Первого канала. 17 декабря авангард начнет серию домашних матчей. Первый поединок против Йокерита. Хорошая, большая, важная победа для нас. Я очень горжусь своими ребятами, тем желанием и стремлением, которые они продемонстрировали в этом матче. Мы уступали 0-2, но нашли в себе силы вернуться в игру. Быстро сравняли счет, и это дало нам дополнительную энергию. В начале заключительного периода мы забросили третью шайбу, а затем очень хорошо сыграли в защите. У Металлурга очень талантливое нападение, но мы выставили. Жесткое соперничество во втором этапе чемпионата и первенства области по кикбоксингу. Более 60 спортсменов соревновались в ринговых дисциплинах. Слово Владимиру Истомину. Темповые поединки, стремительные атаки, хорошая техника. Спортсмены клуба Лига Стали, спортивная школа номер 28, лидеры соревнования по общему числу завоеванных призов и медалей. Важные победы одержали Саят Джакупов и Анвар Турсунов. Оба спортсмена продемонстрировали и силу духа, и мастерство. Саят Джакупов, он в красных перчатках, технично маневрировал, гасил натиск соперника, контратаковал, жесткие взрывные серии ударов с обеих рук, резкие медалкики, атаки ногой в корпус, а затем в верхний уровень, победа в финальном поединке с сильным соперником из клуба Риф. Я рад, как я выступил. Больше всего у меня получалось перекрываться и наносить удары, наносить атаку после его атаки навстречу. Такими атаками я заканчивал, наносил с рук и в конце заканчивал ногами. Эта комбинация у меня хорошо проходила. Анвар Турсунов блеснул мощной заряженностью на победу. Спортсмен смело атаковал, бил смешанной серией ударов. По словам Анвара, ему очень помогли подсказки одного из его тренеров, чемпиона мира Кайрата Нормаганбетова. Юный спортсмен немного изменил свою тактику, стал чаще бить удары с дальней руки. Несколько точных атак – победа. Я беру пример нашего чемпиона Кайрата Нормаганбетова и в этом понедельнике бил нижние удары и боковые удары рукой и заканчивал ногой. Яркие победы бойцов клуба «Беркут». Смелые ребята из поселка Лутино быстро прибавляют в мастерстве. Впервые одержали командную победу в самых жестких разделах кикбоксинга – фулл контакте с лоу-киком и К1. Два спортсмена клуба Никита Гомон и Илья Дубков завоевали специальные награды соревнования. Очень сильно помогла поддержка тренера Васильева Михаила и одноклубников. Я очень доволен этим турниром и своим боем в частности. У меня очень хорошие получились обманные маневры с левой подставкой и правым лоу-киком. Все прямые заходили и очень довольны. Успех кикбоксеров в спортивной школе имени Героя России Олега Охременко. Бойцы – лидеры по числу волевых побед. Выиграли пять золотых медалей в разделе «Фулл контакт». Красивые победы одержали бойцы еще нескольких клубов. Сибирский медведь, гепард, Георгий Победоносец. Итоги соревнования подвел вице-президент Омской областной федерации кикбоксинга Вадим Жигула. Мы видим рост в скоростно-силовых качествах, выносливости. Естественно, сейчас у многих ребят прослеживается момент, когда они более становятся театральнее к этому относиться, более зажигать публику, более красивее выступать. Есть ориентация не только именно в стремлении победить, но победить еще и красиво. Следующее соревнование омских кикбоксеров буквально через неделю. В Екатеринбурге пройдет крупный всероссийский турнир Кубок ТМК. И в нем выступят все наши сильнейшие спортсмены. Владимир Истомин, Максим Баринов, Антенна 7. Омские бойцы Муай-Тай сегодня сразятся с соперниками из Бразилии, Таиланда и Казахстана. В центре единоборств пройдет крупный международный турнир. Вызов нашим спортсменам бросили сильные противники. Чемпион мира Антон Чижиков будет биться с многократным чемпионом Бразилии Карлосом Перейрой. Дмитрий Ахмедов и Станислав Попов сразятся с бойцами из Таиланда. Возможность проявить себя получили и молодые омские боксеры. Сразу пять наших спортсменов будут соперничать с бойцами из Казахстана. А у нас на этом все. Заходите на наши страницы в соцсетях и до встречи. Дамы и господа, 31 декабря в 17.00 в Органном зале состоится новогодний концерт с Органом. Танцы в фойе и праздничное настроение ждут вас. Билеты приобретайте в Органном зале, торговом Думе Континент, торговом Центре Омске, торговом Комлисе Каскад и в Кассах.ру. Всероссийский турнир по спортивной акробатике на призы Юрия Зигунова отмечает полувековой юбилей. 8 и 12 декабря. Сотни спортсменов из 20 регионов России, Казахстана и Узбекистана. Сложнейшие элементы и бескомпромиссная борьба за награды ждет тебя в спортивной школе на Вавилово 45. Торжественное открытие соревнований 9 декабря в 17.00 в Омском велотреке. Возрастная категория 0+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова